Мир вам, милость Аллаха и его благословение! Любимые братья в Аллахе, приветствую вас на новой встрече со слезами, которые проливались перед посланником Аллаха, саллилллаху алейхи ассалям. Однажды пророк, саллилллаху алейхи ассалям, уединился в Машруба. Машруба – это маленькая комната, которая строится над домом. У него была привычка подниматься в нее по лестнице, или же к ней прислоняли по пеньку и ствола пальмы, по которым он мог подниматься. Пророк, саллилллаху алейхи ассалям, уединился в комнате, и к нему пришел Умар, да будет доволен им Аллах. Он попросил разрешения подняться к нему. И пророк разрешил, после чего он зашел к пророку, саллилллаху алейхи ассалям. Посланник Аллаха, саллилллаху алейхи ассалям, лежал на циновке. На нем был только изар. То есть его верхняя часть тела была обнажена. На нем был окрашенный изар, который он поправил на себе. Он лег боком на эту циновку. Зашел Умар, попросив разрешения сесть и поговорить с пророком, саллилллаху алейхи ассалям. Он спросил, о посланник Аллаха, я сяду? То есть сяду поговорить с тобой. И пророк, саллилллаху алейхи ассалям, разрешил ему. В то время, когда Умар, да будет довольный им Аллах, беседовал с пророком, саллилллаху алейхи ассалям, он бегло рассматривал эту комнату. Ясно, что Умар впервые вошел туда, потому что пророк нечасто уединялся там. Он взглядом пробежался по этой комнате, затем он посмотрел на пророка, саллилллаху алейхи ассалям, который был там. Он посмотрел и увидел его лежащего боком на этой циновке. Когда пророк, саллилллаху алейхи ассалям, пошевелился и открылась часть его тела, а тело пророка, саллилллаху алейхи ассалям, было светлым, и на нем появился след от циновки. Умар посмотрел на него и увидел, что ткань, рималь, циновки, оставила след на боку пророка, саллилллаху алейхи ассалям, оставила след на его благородном боку. А ткань, ремаль, циновки, а ремаль, ткань этой циновки, это веревки, которые плетутся вокруг пальмовых веток. Вот эти. Если облокотиться на нее, она оставляет след на теле. Мы помним еще и с детства картину, когда детьми мы спали на циновках, а когда один из нас просыпался, то на его щеке ясно выделялся след циновки. И если упереться рукой на циновку, а потом через некоторое время поднять ее, то на ладони появляется след от циновки. И я представляю тело пророка, صلى الله عليه وسلم, я представляю след циновки, потому что он лег прямо на нее, потому что под ним не было ничего постелено. В этой комнате не было ни покрывало, ни постели, которые пророк, صلى الله عليه وسلم, мог бы постелить на циновку. Румар стал рассматривать эту комнатку с близко расположенными друг другу стенами и низким потолком. Там был шкаф, маленький шкафчик, где располагалась еда. И что это за еда? Горские ячмени, не заполняющие даже все вместе одного саа. То есть если их собрать, то не получится даже четыре пригоршни. Это все, что было в комнате. А ведь он господин творений. Его ложа оставляет след на его боку. Из мебели в комнате нет ничего, кроме нескольких подвешенных кусков кожи животных и шкафчика с горсками ячменя. Румар вспомнил богатство состоятельных людей, владение королей и состояние его пророка, который сейчас перед ним. И он заплакал. Пророк посмотрел на Умара. О, Ибн-Уль-Хаттаб, что заставило тебя плакать? Он ответил. О, посланник Аллаха! Как же мне не плакать, когда я вижу, что циновка оставила след на твоем боку, и вижу в твоем шкафчике только несколько пригоршней ячменя, в то время как Цезарь и Хасрой там расположились между рек и плодов. А ведь ты лучший из творения Аллаха. О, посланник Аллаха! Попроси Аллаха даровать все это твоей умме. Затем пророк, который в то время лежал, присел, после чего сказал, «Поэтому ты плачешь, О, Ибн-Уль-Хаттаб? Поистине это народ, блага которых отданы им в мирской жизни. Разве ты недоволен тем, что им достанется мир этот, а нам мир вечный?» Мои дорогие, этот случай произошел в девятом году хиджры, после того, как открыли новые земли, и весь Аравийский полуостров перешел под власть посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям. Однако это не отразилось на их домах. Они не стали расширять их и превращать их в дворцы. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, умер в той комнате, которую построил, как только приехал в Медину. Он жил в этом мире, как он сам описывал, как странник, как путник, который остановился под тенью дерева, поспал там и отправился дальше, оставив ее. Если ты спросишь, в чем секрет того, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, жил так просто в этом мире, ответ в том, что эта дунья принимала свой естественный облик в глазах пророка, саллиллаху алейхи ва салям. Твой пророк, саллиллаху алейхи ва салям, видел сон, где он заходит в рай вместе с ангелами Джибриилем и Микаилем. Они сказали ему, ты находишься в садах Эдема. Это было самое красивое, что он когда-либо видел. Затем ему сказали, подними свою голову. Он поднял голову, а там дворец, подобный облакам. Ангелы сказали, это твой дом. И он, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, можно я войду туда? Они ответили, нет, не сейчас. У тебя еще остался срок жизни, который не закончился. А когда он закончится, то ты войдешь в свой дом. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, жил в этом мире, но его мысли были там. Его интерес был там, в доме, подобным облакам, которые он видел в раю. Дом, похожий на белые облака в небе. И не помешает ему войти в него ничего, кроме срока, который ему нужно прожить. Поэтому этот мир виделся ему в своей естественной форме. И он относился к нему, как строитель к строению. Да пребудут мир и благословение Аллаха над этим благородным пророком. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok